знаете что интересно идем сейчас вот по фону лужеве есть на дорогах некоторые но все машины которые мимо проезжают они притормаживают чтобы не обрызгать представляете друзья всем привет сегодня 16 декабря это абхазия новый афон закончился дождь с небольшими перерывами в течение по моему трех дней он идет здесь или даже побольше но тем не менее на улице тепло все растет все цветет красота красотинская плюс где-то 15 градусов завтра очень солнечно и до плюс 16 возможно если все сложится поедем завтра на рицу на стеклянный мост на стеклянном мосту я не была мне очень хочется посмотреть поэтому нам оставайтесь на канале подписывайтесь еще будет много интересного из абхазии потом из сибири вот но сейчас мы идем к водопадам посмотрим что там и в этом видео я вам покажу один хорошенький гостевой дом напросилась к хозяйке поснимать его фото я выкладывала где бугенвилии шикарные такие цветут они и сейчас там цветут вот забронировать можно будет по телефону я оставлю в описании контакты и в закрепленном как обычно комментарии вообще конечно очень много жилья здесь но на вкус и цвет минимальная стоимость сейчас по новому афона это полторы тысячи в сутки за номер за двухместный то есть от этого нужно отталкиваться но причем это в межсезонье сезон там от трех тысяч получается и выше если вы сейчас где-то найдете за тысячу рублей двухместный номер это прям считайте что вам повезло у ребята после дождей водопад какой шикарный сейчас поближе подойдем посмотрим часто задаете вопрос где искать жилье сейчас букинг вроде как не работает но на авито можно смотреть можно через какие-то рекомендации как бы это работает воду лучше всего когда люди уже кто-то поотдыхал там и подскажут номер а прямо вообще посмотрите есть различные сайты жилье на юге жилье в абхазии если поисковик забить то там море просто этих сайтов но так знаете куда попалась селиться тоже рисковое мероприятие опять не успели на поезд полпеть его надо здесь быть его караулить проходит он ну ладно думаю в следующий раз потому что по фотографиям в объявлениях как правило не очень понятно вообще что находится возле этого гостевого дома в какой ландшафтной местности он находится если да если вы не были здесь например ни разу поэтому конечно но какие-то видео вот подобные обзоры домов ищите смотрите по карте если смотреть тоже не очень понятно если честно вот но первый раз когда едешь это всегда в какой-то степени риск даже если это дорогой отель какой-то хороший тоже не совсем представление полное бывает где конкретно он находится как и что но сегодня я вам покажу про деньги скажу деньги рубли в абхазии по картам рассчитывают по пластиковым картам во многих магазинах практически везде наличку можно снять с карты с комиссии небольшой 100 рублей было последний раз когда я снимала а 100 рублей 10 тысяч однако ну то есть каждая сумма до 10 тысяч 100 рублей вот это дерево мне нравится видите этот плод висит банана вон маленькие бананчики банановое дерево декоративное что ли она считается вот про деньги с голоду вы здесь не умрете продуктов здесь море на любой вкус и цвет купить можно все если чего-то нету в новом афоне если говорить про новый афон то можно съездить на рынок в гудауту либо в сухом и уже купить там то что не хватает здесь же до станция псырха удивительное место а цвет воды поглядите какой вообще редкостной красоты пейзажи гостевой дом который я вам сегодня покажу находится недалеко от вот этого места мы перейдем на ту сторону горы через тоннель и на улице ладаре сразу же там рядышком очень удачная кстати место там перекресток практически вот вот рядом на центр на в эту сторону на водопады и на пещеры и она копейскую крепость забыла как называется а вот то есть тоже очень удачное месторасположение вышли из тоннеля на улицу ладаре и домик сразу вон тот с белым красивеньким заборчиком сейчас дойдем до него оттуда наверно видно даже море дорога здесь такая в ту сторону будет спуск не спуск там уж практически прямая дорога в центр то есть он не на горе находится цветет бугенвилья еще друзья цветет ежевика но там уже и ягодки по моему на ней да есть ягодки и цветочки есть красота заходим во двор друзья здесь у них под навесом открытая типа беседки бугенвилья но она просто шикарная я не могу вы посмотрите какая красота середина декабря друзья ребята с веранды какой вид открывается вы посмотрите мандариновые деревья монастырь за которым мы сейчас живем просто сказка кстати здесь есть недалеко магазин светлана продуктовый там и парикмахерские там все что необходимо можно найти а друзья трехместный номер вам покажу этот номер стоит сейчас от 2000 получается за номер за три места здесь шесть номеров вот на первом этаже получается три номера трехместных у каждого свой холодильничек есть шкафчик чайник окна деревянные вообще супер просто уютненько такие кроватки хорошенькие фейд не бегай так шибко не топай телевизор вот висит кондиционер свет у нас тут сейчас по графику отключают ну вот как раз мы попали что нету пока света ну так я думаю что видно все праздника к праздникам свет перестанут выключать будет все окей санузел унитаз мойка зеркало полотенцесушитель и там тоже душевая тоже с свой бойлер и бордюрка есть вообще классно тазик ну вот примерно знаете стандартные у всех номера получается то есть вот это трехместный номер 2000 на втором этаже на втором этаже а на втором этаже это вот первый этаж здесь трехместные номера 2000 а на втором этаже номера по полторы тысячи двухместные то есть на два человека цена за номер друзья за номер не с человека. На второй этаж такая вот лесенка. Давайте сейчас поднимемся, посмотрим виды оттуда. Есть летняя кухня. Вот, кстати, вот это навес. Это не просто навес, это летняя кухня. Беседка, кухня. Там есть теплитка, что-то там поджарить. Можно сосиски какие-нибудь, картошку. 6,6. Вообще, конечно, кушают в кафе. Кушают в кафе. Ребята, ну, вид, конечно, море, он там вдалеке, но видно его? Не так близко, как у нас его видно, но тоже видно. Ну, по номеру я свои номера показывала, здесь тоже показала, что и как. Слушайте, ну, место, конечно, отличное. Сейчас мы пойдем в центр, и вы посмотрите, как, что там, мимо чего мы пойдем. А завтра вообще шикарная погода. Мы на Рицу хотим поехать. Ага. Друзья, сейчас покажу вам вот на втором этаже двухместный номер, который стоит от полутора тысяч. Это в межсезонье. В сезон, конечно, цена будет другая. Это нужно будет уже уточнять все. Также маленький холодильничек свой индивидуальный есть. Работает телевизор. Вот уже, кстати, и свет дали, пока мы тут туда-сюда ходили, гуляли. Окна прекрасные, деревянные окна. То есть, в эко-стиле, понимаете, вообще здорово просто. Кровать. Отличнейшая кровать. Шкаф. Стульчики. Все, что есть. Все. Все, что необходимо. Все, все есть здесь. Так, здесь свет включили. Туалетная комната. Коврик. Здесь линолеум. Тут кафель. Раковина, зеркало. И также душевая тоже со своим нагревательным бочком. Вообще, просто отличный номер. Чайник. Чайник также стоит. Помесячно здесь номера не сдаются. Только посуточно. И можно приехать на машине, а на заднем дворе есть место для ваших автомобилей. Можно поставить ее, не будет видно машину вашу, и все с ней будет хорошо. Ребята, какая здесь шикарная бругмансия растет. Поближе сейчас покажу. Но это середина декабря, вы не забывайте. Вы не забывайте, что это середина декабря. Я вообще просто, я не могу. Я три года живу, и я вот все хожу, удивляюсь, как первый раз, как будто. Как будто первый раз. Мандарины висят, бугенвилии, бругмансии цветут, пальмы растут. Блин, это рай на самом деле. И именно Новый Афон. Уже устала я в каждом видео об этом говорю, что если куда-то ехать, то ехать в Абхазию в Новый Афон, потому что здесь и все достопримечательности, особенно вот в такие гостевые дома, которые прямо в центре находятся. Здесь и монастырь рядом, и водопад рядом, и пещера рядом, и центр магазина, и все рядом. Вообще просто я сейчас заплачу от счастья. Ребята, я уже я сама себе не верю, что я здесь живу. Летняя кухня тоже плетена вся тут геранями, бугенвилиями, и там водичка, да, есть? Да, есть кран, вода, тут плиточка, все культурненько, все красиво. Много столов, много лавочек. Пожалуйста, вы приехали, можно здесь сидеть, кушать, не в номере. Здесь плитка газовая, да? Да. Газовая плита, независимо от электричества, водичка бежит, все отлично. Роза цветет. Она до какого месяца цветет? Только она и не собирается переставать еще цвести. А она вон еще... Голубушки не захочется цвести, пока она цветет. Красота такая. Да, ну пока же не холодно, еще 15 градусов. Это шикарно. Возьми, шикарно. Два шага, и у нас здесь возле этого гостевого дома кафе есть, это же кафе, да? Да, Мзымта называется. Столовая есть. Это центр Нового Афона. И вот в этом домике, да, в этом домике магазин продуктовый Светлана, там еще один магазин. И здесь развилочка на пещеры, на Симонако, на Нитагрод, то есть это в обратную сторону, откуда мы пришли, получается, водопады. А пещеры, они, кажется, находятся вот в этом здании. 7,9 медленно вверх. На первом этаже. Это же отель, да, там какой-то? Да, там много гостевых домов. Нет, вот это само большое здание. Это не отель? А что это? Административное здание пещеры. А, все здание пещерное, да? Пещера туда. Да, да, да. Мы ездили, мы были. Ага, ага. Там кафе у них всякие. Ну, 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 ну. Ага, все, все понятно теперь. Здесь же сразу, вот они, они, магазины, салон красоты, магазин Светлана, магазин Светлана. 8,2 вправо. И, а там у нас, сюда мы проходим, и там у нас магнит, в который мы сами ходим, магазин Сбербанк, почта, и остальные. Ракушка, остановка. Новый Афон готовится к празднику. Ура! Посмотрите, уже здесь в отеле. Красота, конечно, такая. Здесь у них горячий бассейн, но очень дорогие номера. Друзья, спасибо всем, кто сегодня с нами прогулялся, посмотрел. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте ваши классы, заходите в наш чат, группу чат в Телеграме для всех, кто любит Абхазию. Мы там общаемся, помогаем друг другу, что-то подсказываем, советуем, ну, и просто по-доброму общаемся. Заходите, всем там рады. Всем хорошего настроения, предновогоднего. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok